Где-то внутри, внутрях, прямо тебя. Это ты один на один остаешься самим собой. Вот это есть Рема. Вот это Рема. Если не имеешь этого, то как будто ты и не жил. Это очень плохо, конечно. Но живи. Прими эту жизнь, прими эту жизнь, которая есть Его Словом. Даже размышляя, знаете, очень часто помогает размышление. Размышляя о том, что Бог любит тебя. Размышляя о Личности Иисуса. Размышляй о Духе Святом. Размышляй об этом. Особенно оставшись один на один с собой. Размышляй о том, что ты знаешь как истину из Божьего Слова. И практикуй. Потому что размышляя и практикуя, ты очень близок к тому, чтобы это стало твоей Ремой. Твоим откровением от Всевышнего Бога. Блаженно слышащие Слово Божье и исполняющие Его. Действительно, это блаженство всех блаженств. Братья и сестры. И, конечно, откровение, которое было у меня после возвращения. Может так выразиться с того света. Для меня это даже очень странно звучит. Потому что это не тот свет. Он реальный. Это все один свет, по сути. Это все один мир. Поэтому, как бы, немного странно все это. Он более реальный, чем вот то, в чем мы сейчас живем. Но так же мы не теряемся в этом мире. Да, в том тем более не потеряешься. Вот. И интересно, что откровение было о том, что Он есть мой Отец. Знаете, я общаюсь со своими родственниками и знакомыми. Я много мусульманам проповедую. Чеченцам, азербайджанцам. У меня много друзей разных национальностей. Дагестанцам. На Кавказе северном часто бываю. И я не лезу на рожон, как бы, знаете, но когда Бог дает слово, я говорю это слово. Вот. И когда я имею возможность благовествовать, я не отказываюсь. И использую эту возможность благовествовать. И, знаете, и всегда я вижу, что это слово, оно работает. Оно касается людей. Даже если люди другой культуры, другой религии, другой традиции совершенно, другого языка. Это слово, оно работает. Оно действительно идет впереди тебя. Это удивительно. И, так вот, и в исламе из Корана есть откровение, как бы, сообразно такое Рема, о 99 именах Бога. То есть, они все есть в Библиях наших. Что Он Бог есть Всевышний, что Он есть Всесильный, Любящий, Человеколюбивый, прочее. Всего 99. Но я обычно общаюсь с роднями, особенно я говорю, знаете, вот не хватает одного. Но для меня самого важного имени. Самого великого из всего того, что я знаю из Библии. Это то, что Он мой отец. Это самое великое. Потому что, наоборот, даже в Коране, там в одном из аятов говорится, из стихов, что отцом для смертного не называй его, написано. Но как же? Он мой отец. Он мой отец. И это не просто часть моей религии. Это часть меня. Это часть меня самого. Потому что Он есть мой отец. Я читал свидетельство одной бывшей мусульманки, ставшей христианкой евангельской. Она написала такой рассказ. Я заглавила его. Я осмелилась назвать его своим отцом. И она призналась в этом свидетельстве, в этом рассказе, что это было самым важным ее откровением. Что Бог, Аллах, там все там, ну, как бы, они привыкли, люди в разных религиях привыкли к Богу почтение высокое оказывать. Знаете ли, преклоняться. Но оказывается, Он не просто и генерализмус, и генерализмус, значит. Не просто Он там царь всех царей, да. Олигарх всех олигархов, там я не знаю, как назвать его. Ну, то есть Он господин всеми господами. А Он, оказывается, при всех своих титулах, при всех своих достижениях, казалось бы, да, Он является папой. И при том папочкой. Новый Завет вообще открывает по-новому эту историю. Потому что для набожных религиозных иудеев, знаете ли, назвать папочкой, папуленькой, как бы, даже для порой безбашенных хасидов, это уже слишком. Знаете ли, я часто общаюсь с разными тоже иудеями. И один мой товарищ, он стал раввином, ну, традиционным еще, ортолоксальным еще. Я верю, что станет мезьянским, такие все-таки однажды. Вот. И, знаете, вот тоже общаемся. Я говорю, ну, уж папочка, это слишком. Папочка, это слишком. Говорю, не, не, это не слишком. Не, ну, конечно, для кого-то может слишком, но для меня уже не слишком. Потому что он действительно не просто отец даже, который, ну, в такой большой семье, знаете. Он лично мой папочка. Авину. Но он еще и Ава. Авину. Он же еще и Ава. Ава. Папочка. Папуленька, папенька. Поговори с ним. Знаешь, знаете, друзья, люди порой, проповедники порой говорят, что порой нам мешает образ, как бы, земного отца пережить встречу с небесным отцом. Это частично правда, частично и неправда. Но, что касается правды, на самом деле, даже если у тебя был отец, добряк всех добряков, наидобрейший, по сравнению с ним, с небесным отцом, он злой. То есть пусть образ самого доброго, наидобрейшего отца или самого злого, злейшего отца, и, ну, даже если две крайности такие встречаются, да, вот, и ни то, ни другое, пусть не затмит действительно благого отца, потому что никто не благ, а только лишь он благ. Спасибо. Если же кто Духа Христова не имеет, написано, тот и не его. Знаете, друзья, многие действительно люди на земле называют себя христианами, но не все христовые, честно скажу, положу руку на сердце. И дело здесь не в конфессиях. Знаете, вот ранние протестанты пять столетий назад, они порой очень упрощенно представляли вот экклезиологию. Они говорили, вот старая церковь блудница, католическая, ну, соответственно, и православная, ну, как бы, такие уже традиционалистские церкви, а вот новообразованные сейчас тогда же, в начале шестнадцатого столетия, это, как бы, церковь уже невеста. И вот вам нужно выйти из блудницы, из одной системы, как бы, одной юрисдикции, как бы, да, конфессии, и перейти в другую, и стать частью невесты. Как бы все казалось правильно, все было просто. И политикам было просто, и религиозникам было просто. Но в самом начале были вопросы, конечно, которые стали вообще ребром уже во втором поколении реформации. Потому что уже второе поколение реформаторов говорило, что дело не в конфессии. Абсолютно. Годораздел проходят по сердцам человеческим. Важно, кто ты, и что в тебе. Если Духа Христова не имеешь, ты не Его. Если Духа имеешь Христова, ты Его. Некоторые говорят, христиане, если я молюсь на языках, допустим, да, то я Его. Если не молюсь, значит, не Его. Некоторые говорят, соблюдаю субботу, я Его. Не соблюдаю субботу, я не Его. Некоторые говорят, вот я окунулся в воду, да, погрузили меня, я Его. Не окунулся, не Его. Ну, что еще говорят? Ну, пусть говорят, разные люди говорят. Знаете, говорят, в Москве курдаят. Но в действительности, правде, по правде-то, дело совершенно не в этих вещах. Значит, внешние религары, да, или религия внешняя, это совершенно одно. Бог, это совершенно другое. Живая вера, общение с ним, это совершенно другое, которое доступно любому сердцу, любому человеку. Даже если человек вырос, как Маугли, вот где-то там, да, допустим, в джунглях, все равно, и он не имеет общения с другими людьми, все равно в его сердце есть нечто, что отличает его от всех остальных сотворений, от всего остального тварного мира. В его сердце есть то, что, да, мы говорим, это Бог. Спасибо, Господь. Спасибо, Отец, за благость и милость Твою. Спасибо за то, что Ты так возлюбил мир, весь этот мир, всю нашу истрадавшуюся планету возлюбил, что отдал Сына Своего, Единородного Своего, Иисуса Христа, Праведника, за нас. Мы это знаем из Писаний, мы это знаем из Библии, мы это знаем из Слова Твоего, но еще мы это знаем от Духа Твоего, мы это знаем от жизни своей, мы это знаем от правды Твоей, которая в нас, верующих, и через нас. Спасибо, Отец, за благость и милость Твою, за новую жизнь во Христе Иисусе, дар Твой, безвозмездный, великий дар, который из нас никто никогда не смог бы приобрести, купить, заслужить, заработать. И чтобы никто не хвалился, Ты, Господь, уравнял всех нас, всех людей, подарив спасение даром по благодати, по любви своей во Христе Иисусе, Господи нашим. Аминь. И, дорогие друзья, конечно, хочется многим еще поделиться, но не буду вас утомлять. Будьте здоровы. Вот. И, тем более здоровы, и даже мы здоровы. И, братья и сестры, действительно, пусть Бог благоставит вас всех и здесь на земле, и вечности на небесах. Пусть Бог благоставит пастор Сергея Нину там, в другом полушарии, за океаном. Потому что у нас день закончится, у них начнется, у них собрание только начнется. И пусть, действительно, по всей нашей земле хвала Господу звучит. Пусть музыканты и художники, все-все славят Христа, славят Бога. Не просто то, что надо славить, это потребность человека, это желание человека, это жажда человека. Спасибо, Господь, за Твою любовь, Твою благодать. Благослови всех музыкантов, художников, всех творцов, от Тебя имеющих это творчество. Боже, пусть не будет таких несчастья, которые были вот недавно, на эти дни. Боже, пусть люди, даже если они совершенно не религиозные, не знают вообще ничего, Боже, пусть они, оставшись на один на один с собой, пусть они встретятся с Тобой, пусть не алкоголь или наркотик, или убийство тем более, самоубийство, но пусть, Господь, жизнь, жизнь придет в судьбы, и что имею, написано, то даю. Пусть от избытка сердца, говорят уста, звучат струны, от избытка сердца, краски, кисти, от избытка сердца музыка льется, от избытка сердца камень ложится, от избытка сердца бизнес строится, от избытка сердца созидается новая судьба, новая жизнь. Спасибо, Господь, за все. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицом своем на тебя, и даст тебе мим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа Иисус Христа Веси. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава за все Богу. Аминь. Аплодисменты Отцу, Сыну, Готовы, Бога, Господь. Спасибо, дорогой отец Сергий. Спасибо, отец Сергий, что благословил вас словом, свидетельством, молитвой. И кто получил наставление сегодня в вере, аминь. И в послании Галатана написано, что наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Давайте мы сейчас благословим нашего гостя, и соберем благодарность за то, что по вере готов благословить. Алексей Павлович, растут. Давайте растут. Благодарю тебя, Бог мой, за слово, Господь, которым ты питаешь нас. Спасибо, дорогой отец небесный. Спасибо, Господь, что каждое воскресенье ты имеешь для нас пищу духовную, Господи. Я благодарю тебя, мой Бог, что ты напитываешь нас словом твоим. Спасибо тебе, мой Бог, я благодарю тебя, Господь. Благословляем отца Сергия, Господь, спасибо за его верность пред тобой. Благодарим тебя, мой Бог. И я благодарю тебя, Господь, за это собрание, Отец небесный. Благодарю тебя, мой Бог, за то, что дух твой он работает с сердцами нашими. Что через слово твое, Господь, ты касаешься наших сердец. Что через слово твое, Господь, ты касаешься нашего разума. Я благодарю тебя, мой Бог. Спасибо, Отец Небесный Мы дети Твои, Господь, мы приходим к Тебе И приносим к Тебе, Господь, наши нужды Наши вопросы, Господь, Аллилуйя И церковь это то место, где мы вместе можем помолиться Где мы вместе можем прийти к Тебе Где мы можем отдать Тебе, Господь, наши переживания Мы помним, что всякое переживание, оно обменяет молитву Поэтому нам не нужны переживания Мы отдаем, Господь, просто ко Христу приносим И просим Тебя, Отец Небесный Дай Твой мир для каждого из нас, просто Твоим миром, Господь, Твоим миром покрой нас, Господь, и всякие переживания раствори просто, Господь, но Твой мир пусть наполняет нас, и если у кого-то есть нужда помолиться, выйти сюда, может быть, какой-то есть вопрос Богу, может быть, просто хочется обновиться в Господе, выходите, мы помолимся. Это чудесное время, когда мы можем предстать пред Богом в нашей Церкви, с нашими братьями и сестрами, возможно, что какой-то физический недуг кого-то беспокоит, выходите, мы будем молиться, мы будем это время посвящать молитвам о наших нуждах, вопросам Господу, Аллилуйя. Я благодарю Тебя, мой Бог, что у Тебя все ответы. Я благодарю Тебя, мой Бог, что Ты тот, кто всегда является нашим заступником и нашим защитником. Я благодарю Тебя, Господь, что мы всегда можем прийти к Тебе и принести Тебе, Господь, наши заботы, принести к Тебе наши переживания. Ты тот, кто освобождает от всякого страха во имя Иисуса Христа. Ты тот, Господь, кто дает мир и покой в наших сердцах. И я прошу себя сейчас, дорогой Господь, Ты наполни нас своим миром во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, мой Бог. Я благодарю Тебя, Господь. Мы благословляем эту неделю во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за каждый ее день. Благословляем понедельник и вторник, и среду, и четверг, и пятницу, и субботу, и следующее воскресенье, когда мы вместе здесь снова соберемся и предстанем, Господь, пред лицо Твое. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Отец. Я благословляю наш день и нашу ночь. Я благословляю всех наш сон, Господь, на всю эту неделю. Благослови, Господь, пути наши, когда мы будем отправляться на наши работы, куда бы то ни было. Я прошу об ангелах Твоих, о Твоей защите во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, мой Бог, что Ты не оставляешь детей своих, Отец Небесный. И я провозглашаю, что надеющемуся на Господа все содействует ко благу. Аллилуйя! Спасибо Тебе, мой Бог, спасибо Тебе, Отец Небесный. Благодарю Тебя, Господь. И пусть наша душа, она поет Тебя, Господь. Пусть наша душа благодарит Тебя. Аллилуйя! Даже когда тело, может быть, ленится или отвлекается, душа, мы приказываем Тебя, поя и благословляй Господа Твоего во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Давайте мы воспоем Богу. Аллилуйя! 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 В свой бесконечный свет Надежда и спасение Ведь в Господе Христе Подняли меня из пепла В свой бесконечный свет Надежда и спасение Ведь в Господе Христе Подняли меня из пепла В свой бесконечный свет Надежда и спасение Ведь в Господе Христе Подняли меня из пепла В свой бесконечный свет Надежда и спасение Ведь в Господе Христе Ты Господи, что мы с небес Иисус, ты мне ухажешь путь 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 Замы мои страхи и злеп圖 Твоя любовь, спасла меня еще. Исна, одежда моя, ступец, Иисус, ты мне в дочку. Со мной, мои славы, ты любишь, Твоя любовь, спасла меня. Поднял меня, пусть ты оклад, Свой бесконечный свет. Надежда и спасенье, Иисус, ты мне в дочке. Поднял меня, пусть ты оклад, Свой бесконечный свет. Надежда и спасенье, Иисус, ты мне в дочке. Плата слава и у вас, друзья, До следующей недели. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok